Украина будет продолжать накачивать деньгами, оружием, делая из нее то копье, которое должно пронзить сердце России. Проиграем, нас уничтожим. Культурно, идеологически, морально, военным путем. Если Россия претендует на какую-то самостоятельную роль в современном мире, она должна представить какую-то модель лучшего будущего. Вообще наша задача сломать глобализацию, это пойдет на пользу всем. Мы увидели, как политическая воля меняет политическую реальность. И здесь Лукашенко, конечно, показал себя не просто бойцом, а человеком на большой буквы. Игорь Ильич, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что очень многие, особенно в информационном пространстве, отмечают, и, наверное, не беспочвенно, изменение риторики в отношении помощи Украине со стороны Соединенных Штатов и западных стран? Вот этот парад благотворительности, он заканчивается? Или это все досужие домыслы, на разгляд? Я полагаю, это домыслы. Военная и экономическая помощь Украине будет продолжаться со стороны западных стран. Поэтому расчеты на то, что замерзающей зимой Европейский Союз вдруг остановит помощь Украине, либо вдруг республиканцы сделают то же самое. Это из области досужных мечтаний. Необходимо трезво оценивать ситуацию и готовиться к худшим сценариям. А худший сценарий заключается в том, что Украина будет продолжать накачивать деньгами, оружием, делая из нее то копье, которое должно пронзить сердце России. И я категорически противник, знаете, такого самоубаюкивания, либо каких-либо маниловских мечтаний, что рассосется, все будет хорошо, уже не будет. Здесь вопрос стоит, кто кого. Рассчитывать, что кто-то отползет, замерзнет, либо изменить свою позицию, не приходится. Поэтому надо готовиться к худшим сценариям для того, чтобы трезво оценивать ситуацию, вырабатывать те меры, которые будут способствовать в конечном счете нашей победе. Вы можете рассказать подробнее, что это могут быть замеры, какие они должны быть, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, все-таки необходимо, чтобы государство российское представляло собой в условиях, когда мы противостоим Западу, сжатый кулак, а не растопыренную пятерню. Очевидно, уже запоздали решения о создании, если мы продолжаем специальную военную операцию Ставки Верховного Главнокомандования, где генеральный штаб должен стать рабочим органом Ставки. Надо менять, я полагаю, информационное вещание. Надо вообще менять отношения граждан к стране. Словом, много необходимо перестраивать в государстве российском для того, чтобы успешно противостоять Западу. Пока мы видим отчасти правильные, отчасти половинчатые меры. И это явно недостаточно для того, чтобы рассчитывать на эффективный выход как победителя из той ситуации, в которой мы сегодня оказались. Ну вот, я уверен, известный вам господин Проханов, очень образно он обычно описывает то, что происходит. Что касается единого кулака или пятерни, вот процитирую просто его, произошла частичная военная мобилизация, никакой моральной, духовной и культурной. Мы живем среди фестивалей, концертов, развлечений, среди юбилеев, юморин, ну и так далее, и так далее. А в это время там происходят совершенно другие вещи. В зоне ведения военных боевых действий. Абсолютно так, менять надо и культурную повестку, и идеологическую повестку. Наконец-то мы вдруг осознали, что в стране нужна идеология и соответствующие органы, которые ее проводят. В данном случае, знаете, мы здесь должны взять самое лучшее из белорусской модели, борьбу с теми, кто не может выполнить возложенный на него функционал. В этом плане мне импонирует позиция Александра Лукашенко, который, невзирая на члены, на ранги требует результаты, не может дать результат, свободен в лучшем случае. А в худшем случае к тебе придут компетентные органы, еще проверят, почему так произошло. Я полагаю, что и нам необходимо ужесточение и кадровой политики, и политики персональной ответственности государственных чиновников. И в этом плане, мне кажется, белорусская модель здесь, она весьма бы нам подошла с точки зрения того, что, хотя, знаете, говорят, коней на переправе не меняют, коней-то не меняют, но есть те или иные лица, эффективность которых вызывает, мягко говоря, много вопросов. От них надо избавляться безжалостно, моментально, невзирая на чины, ранги. Должен работать принцип, который был при Сталине. Быстрый конкретный результат. Вот сталинские наркомы, для меня это в определенной степени показатель эффективности того или иного государственного деятеля, либо чиновника. Потому что нужны люди, которые могут быстро работать, а не заниматься 20 лет импортозамещением, еще 20 лет мы им будем заниматься. Ну, это конкретно частный пример. Я в данном случае говорю про то, что люди, не справляющиеся со своими обязанностями, должны отправляться в отставку. Ну и как минимум, наверное, должны быть вопросы. А почему те или иные проблемы у нас выглядят так, как они выглядят? Должен быть спрос, ответственность. Ну и в том числе и карающие какие-то меры. Но только ли в людях, на ваш взгляд, вот в этих вот, назовем их наркомами, дело? По вашим ощущениям, российское общество в целом, вот мы видим, конечно, на протяжении последнего времени, ну, в таком в хорошем смысле, такой патриотический подъем. Готово ли общество принять и понять и принять то, что происходит в полной мере? Общество-то готово. Готовы ли отдельные фигуры, которые стоят на тех или иных направлениях, транслировать эти месседжи в общество? Вот в этом вопрос. Ну, совершенно очевидно, что необходима перестройка всей культурной политики. Как минимум с 24 февраля. У нас же этого не произошло. У нас почему-то по-прежнему финансируется целый ряд фигур, которые присосались к бюджету. И, мягко говоря, мы их сейчас и не слышим, и не видим их публичной позиции в поддержку специальной военной операции. Ведь дело здесь не в операции как таковой, дело в будущем России. Мы сейчас находимся в ситуации, если мы не проиграем, нас уничтожим. Культурно-индеологическим, морально-военным путем. Стоит задача дезинтеграции России. И здесь вопрос, как и применение пожарском фактически. Мы должны дать ответы на те вызовы, которые нам бросает время. И перестройка хотя бы сетки телевещаний. Ну, например, меня поражает, когда на отдельных российских ток-шоу выступают украинские пропагандисты. Но, извините, это как Геббельса бы в студию Левитана пригласили подискутировать о правильности либо неправильности тезисов Сталина в Великой Отечественной войне. Я не знаю, что это. Или диверсия, или предательство, или, извините, скудоумие. Но если те или иные телеменеджеры и медиаменеджеры, у них не хватает ума, значит, в отношении них какие-то надо быстрые решения, собственно, принимать. А у нас вновь, так сказать, либералов вытаскивают на отдельные телеканалы, гостей с Украины. Я просто поражаюсь, вы знаете, вот всему этому. Ну, и это явно бьет по нервам и по сердцам десятков миллионов наших граждан. Но я абсолютно убежден, что жизнь в стране необходимо перестраивать, потому что, знаете, когда война стучится в твою дверь, нельзя по-прежнему заниматься потребительской моделью поведения. Потому что все это кончится, что дверь выломают, а ты ничего не сможешь даже ответить. В этом плане я сторонник разумных действий, разумеется, без всякого чрезвычайщины. Но мы должны менять как минимум информационную и идеологическую повестку в стране. Должна быть все-таки государственная идеология, хотя Конституция ее запрещает, но ничего не мешает нам принять соответствующие поправки. Потому что какую модель мы обществу строим, куда идем? Безумное потребление вот этого айфона, еда, кроссовки, тусовки. Или все-таки есть какие-то другие, наверное, смыслы. Если Россия претендует на какую-то самостоятельную роль в современном мире, она должна представить какую-то модель лучшего будущего. Но хотя бы на базе того, что у нас традиционные ценности. Мы за нормальную, крепкую семью. Мы против вот этой бесовщины, которую нам навязывают. У нас никогда не будет культ отдельных фриков, извращенцев, как это есть на Западе. То есть мы за справедливую систему международных отношений. Но и все-таки я считаю, что чрезвычайно важный фактор еще – это социальная справедливость. Почему у нас одни должны идти воевать, гибнуть, возвращаться калеками, складывать свои жизни на алтарь Отечества? А другие ведут себя так, как будто ничего не произошло. Ну, в этом случае должны работать экономические механизмы. В конце концов, предложите нашему ольгархату военный заем с погашением лет через 25. Это нормальное перераспределение средств в пользу общества со стороны тех, кто стал миллиардером, в том числе из-за вот этих вот ельцинских времен, кто эксплуатирует и делает бизнес на мудрах, которые принадлежат всему обществу. Вот эти модели нормально должны работать в любом государстве. Я же еще раз говорю, вот понятие шведский социализм и высокий уровень жизни в скандинавских странах – это тоже не на пустом месте. Там в целом идет изъятие сверхприбыли у части тех, кто относится к богатым, для того, чтобы все остальные жили хорошо. Я не говорю, что эта модель универсальна для России. Нет. Но когда национальное богатство сосредоточено в руках узкой группы бизнеса, которую, к тому же, трудно зачастую назвать социально ответственным, потому что я не вижу, например, ни одного крупного бизнесмена, который взял бы и пожертвовал на специальную военную операцию часть своих доходов путем закупки, экипировки, формирования танковых колонн, как это было в Великой Отечественной войне. Закупку там, я не знаю, вертолетов, истребителей. Они закупают океанские мегаяхты, замки на Лазурном берегу, выводят деньги в офшоры. Но люди, они обеспечены на столетия вперед. Я считаю, что через механизмы, опять же, военного заема, специального военного налога, мы можем с этих людей снять часть шерсти, для того, чтобы это пошло на благо общества, армии, стране, государству. И у людей тогда будет понятие, что мы воюем не за Абрамовичей, а за Россию, за то, что у нас будет лучшая жизнь, что наши дети будут избавлены от всего того, чего сегодня мы видим на Западе и так далее. То есть модель социального устройства будущего. Это не коммунизм, не социализм, но какие-то понятные вещи, которые обеспечат внутреннее единство, сплоченность наций и движение вперед. А вообще, вот олигархат, как вы сказали, он имеет право на жизнь? В прямом смысле, вот в этой ситуации? Или, мне кажется, или с этим явлением, которое пришло, в общем-то, из 90-х? Ведь большинство этих людей действительно, поди какими методами они завладели, собственно, теми богатствами, которыми владеют сейчас? Я думаю, что эти вопросы, они должны решаться не по принципу отнять и поделить, нет. А путем перераспределения части вот этой ренты, в том числе советского наследия. Ведь те или иные базовые отрасли экономики, предприятия, создавались поколениями советских людей. А что мы получили? Это паршивый ваучер, цена которого две бутылки водки вместо двух волк, которые нам обещал Чубайс. Кстати говоря, почему мы выпустили Чубайса? Сейчас по Роснано, у прокуратуры, у правоохранительных органов огромное количество вопросов. Он благополучно из Турции сейчас, как это модно, сделал релокацию в Израиль и там чувствует себя благополучно. Здесь много вопросов, понимаете? Но, еще раз повторяю, мы находимся в ситуации, когда каждый должен внести свою лепту в нашу общую победу и развитие. Поэтому через экономические механизмы перераспределения национального богатства мы должны эти вопросы решать. А не так, что один там купил мегаяхту, ее отобрали на Западе под санкциями, он второй покупает. А другой должен за свои деньги покупать экипировку, идти воевать в зону специальной военной операции, выполнять долг перед Родиной. Знаете, вот здесь, наверное, каждый долг перед Родиной должен выполнять, в том числе и путем того, что наших определенного рода жирных котов тоже надо ставить в общий ряд для того, чтобы они делились капиталами, деньгами со всеми нами. Я думаю, это будет справедливо и понятно общество. Я лично в этом абсолютно убежден, что это необходимо делать. Потому что без социальной справедливости, ощущения социальной справедливости народам, нам будет трудно пройти те испытания, которые есть и которые еще будут. Мы знаем, что рано или поздно любая война, любой военный конфликт заканчивается чем? Всегда миром, всегда переговорами. Много очень версий и имеющих право на жизнь, обоснованных версий о том, что, естественно, да, гегемония Соединенных Штатов уходит, появляются новые центры силы. И возникновение пан-регионов, центрами которых может быть Китай, Россия в том числе. Вы видите такой вот кусок территории планеты, где в основе находится Россия? Вы знаете, прежде чем заниматься глобальными проблемами, нам надо выигрывать специальную военную операцию. Потому что страна под названием Украина, в том виде, в котором она существует, это экзистенциональная угроза и для нас, и для наших будущих поколений. Пока Украина, это копье, направленное в сердце России, мы должны делать все, чтобы это копье было сломано и уничтожено. Любыми доступными для нас средствами, способами и методами. Что касается будущего мироустройства, во-первых, у нас есть ядро кристаллизации, это союз России и Белоруссии. Это первое. Второе, мы должны пересматривать наши прежние подходы. Сегодня наступает конец глобализации, по крайней мере, он обозначен. И в этой связи время региональных союзов и новых геополитических игроков. В этом плане я сторонник Российско-Тюркского стратегического союза, для того, чтобы совместными усилиями, дополняя друг друга, занять свое достойное место под солнцем. Ключевым графом по-прежнему будет Китай. Нам важны хорошие отношения с Китайской Народной Республикой. Хотя мы понимаем, что такого военно-политического союза не будет, но, по крайней мере, надо стремиться к максимально дружеским, хорошим отношениям с Китаем. По крайней мере, сейчас есть окно возможностей при товарища Си Цзиньпене, и такими возможностями надо пользоваться. Вообще, наша задача сломать глобализацию, это пойдет на пользу всем. Ослабление США, ослабление Евросоюза, а лучше всего его развалы, должно быть стратегической внешнеполитической целью всех тех, кто хочет в новом мире быть не кормом для более сильных, а быть достойным игроком в ряду свободных цивилизованных народов. Ну, вот такую точку зрения я, во всяком случае, излагаю. Конечно, здесь необходимо менять и внешнюю политику. Еще раз повторяю, кадры решают все. Это вещь, которая абсолютно очевидна, но она назрела. В этом плане, без обновления кадров, нам трудно будет рассчитывать на то, чтобы адаптироваться к новой ситуации максимально эффективно и быстро. Если брать как союзное государство Беларуси и России за точку кристаллизации, как вы, верно, подметили, как необходимо помочь для роста этого кристалла, что необходимо сделать? Да, мы видим в последнее время, конечно, очень много разногласий, которые преследовали нас долгое время на протяжении всего союзного строительства. Они сглаживаются, убираются. Ну, ситуация нас толкает в объятия друг друга, и это, наверное, хорошо. Но вместе с тем противоречий все равно, внутренних еще достаточно много. Где вы видите основные и как их можно убрать? Ну, во-первых, я считаю, что белорусские предприятия оборонно-промышленного комплекса надо включать в цепочку российского государственного оборонного заказа. Совершенно очевидно, да. Мы видим в лице Александра Григорьевича Лукашенко, которого я лично глубоко уважаю. Это, знаете, не по хлопу, не по голенищу. Это обоснованная идейная и политическая позиция. У меня была возможность в том числе и с ним общаться, в том числе в неформальном таком варианте, когда можно было поговорить предельно откровенно, тет-а-тет. Мне нравится эта политика, я его искренне уважаю. Все-таки белорусская модель, она нацелена на то, чтобы, если можно так выразить, капитализм был с человеческим лицом. То есть вот социальные обязательства никто не сбрасывает. Ни с белорусского государства, ни с предприятий белорусских. На мой взгляд, это важно. И, может быть, вот особенно сегодня, когда Россия оказалась в условиях специальной военной операции, многие вещи, мне кажется, мы должны брать и из белорусского опыта. Прямо вам скажу, когда начались известные события в Минске, практически у очень многих было ощущение, что Беларусь не устоит. Невозможно, казалось бы, устоять. Под той волной, на цунами, которая пошла, а мы увидели, как политическая воля меняет политическую реальность. И здесь Лукашенко, конечно, показал себя не просто бойцом, человеком на большой буквы. И в этом плане вот эта вот политическая такая твердость, уверенность в себе, опора на здоровые силы государства, общества, она помогла преодолеть этот кризис, который, казалось бы, накроет Белоруссию, а потом и нас с головой. А что бы было бы сегодня, вот представьте, если бы, скажем, здесь сидели ставленники Польши, Литвы, Запада в Минске, да? Какая была бы геополитическая конфигурация? По мнению многих, вот здесь было бы сейчас то, что происходит, собственно, на Украине. Только это началось бы раньше. Вообще все меняется вот в этой глобальной сейчас конфигурации. Поэтому нам надо всемирно укреплять взаимодействие с Белоруссией. Во-первых, я считаю, что наши отношения все-таки, ну, понятно, есть лидеры, первые лица, но все остальное во многом все формализовано очень сильно. Хотя, с другой стороны, вот я общаюсь с своими коллегами, друзьями, белорусскими политологами, экспертами, замечательные, патриотически настроенные люди. Они вот у нас выступают вместе с нами за Россию вот в этой ситуации. Я назову фамилию Александра Шпаковского. Блестящий просто аналитик. Не хочу его протежировать, но вот таким людям надо давать посты, открывать дороги наверх белорусской властной вертикали, силовой, политической, идеологической. Это вот то поколение, которое не предаст и не продаст. Это вот, знаете, такие вот верные, как назовем их, верные ленинцы. В хорошем плане. Понимаете, вот такие люди есть в Беларуси. И очень бы хотелось, чтобы их замечали не только на ток-шоу, но и в практическом вопросе государственного строительства. И вот надо максимальная интеграция, взаимодействие экспертных аналитических центров. Это абсолютно необходимо. В Беларуси есть Белорусский институт стратегических исследований, такая фабрика мыслей. Я знаком и с коллективом, и с руководителем БИСИ. Вот нам нужны очень хорошие, эффективные взаимоотношения. У нас много проблем в информационном плане. Вот создан медиахолдинг Союзного государства. На мой взгляд, он работает абсолютно неэффективно. Деньги, которые тратятся, они не отрабатывают свой функционал. Мы об этом говорили с президентом Беларуси, в том числе. Ну, значит, нужна другая модель. Если те люди, которые делают формализованные какие-то вещи, не справляются, значит, надо перераспределение бюджета. Надо привлечение новых сил. Те, кто может быстро дать результат. Потому что медийная сегодня среда, она абсолютно конкурентна. Современная медиаповестка, она быстро меняющаяся. Она требует моментально быстрой реакции. Соответственно, медиапродукты должны быть конкурентны в среде, когда оказывается давление со всех сторон на нас. Для того, чтобы этот контент, по крайней мере, потребитель мог и хотел получать, а не заниматься заунывными какими-то вопросами. Здесь много есть вопросов. Я еще раз говорю, что в этом плане... Но, с другой стороны, я смотрю, как меняется белорусское информационное пространство, информационное агентство и телеканалы. Это новые форматы, все лучшее, что есть сегодня в медиаповестках. Мы видим, это появляется. Но точно так же нам надо подходить к вопросу медиахолдинга союзного государства или тех бюджетов, которые выделяются. Потому что они тратятся неэффективно. Я это говорил секретарю союзного государства, товарищ Мезенцеву, и белорусским российским коллегам. Но хотелось бы принять какое-то решение. Потому что год прошел, а, как говорится, охотник не валялся. Ну, я думаю, что что-то будут делать, конечно же. Хотя я бы добавил, абсолютно вы правы в том плане, что действительно в информационном пространстве нужно делать более интересно, более современно, если хотите. Но для рядовых жителей и Белоруссии, и России очень важно понимать, вот знаете, вот это ощущение, что ты не иностранец в другой стране. В языковом, в культурном плане оно так и есть. Но каждый, допустим, белорус с белорусским паспортом в России при решении каких-то мелких административных, например, вопросов, и так же и россияне на Беларуси, они так или иначе почувствуют, что они все-таки граждане другого государства. А вот этого быть не должно. Они должны быть гражданами союзного государства. В мелочах каких-то. Вот это вот... В будущего, значит, необходим единый паспорт. Паспорт гражданина союзного государства. И об этом, кстати, тоже давно говорят. Но и то хорошо, что мы сейчас, по крайней мере, преодолели то наследие, которое у нас было, когда зачастую у нас велись антибелорусские компании в СМИ. Ну, чего греха отойти. У вас велись против отдельных представителей России такие компании. Как бы, да? Я все понимаю, это политическая конъюнктура, это семиминутное реагирование политиков, силовиков на те или иные комбинации. Все понятно. Но просто новый уровень вызовов, он сегодня таков, что вопрос стоит физически в желании. Не только лидеров, а наций. Я все-таки сторонник того, что с опорой на силу мы должны обеспечивать свой суверенитет. Естественно, не претендуя там ни на территорию Польши, ни на кого-то еще. Белорусские вооруженные силы многие называют фактором очень большого сдерживания именно здесь, в регионе. Причем сам факт их наличия, то, что они здесь есть и выполняют, собственно, свою задачу, уже очень многих сдерживает, в том числе и Польшу, от каких-то необдуманных действий. Если мы будем все-таки говорить и сопоставлять военный потенциал Белоруссии и Польши, мы понимаем, потенциал тоже надо считать. Больше потенциал, тем более, за ней стоит объединенная Европа. А так, да, Белоруссия компактная, но профессиональные вооруженные силы очень эффективные. Президент Белоруссии выделяет этому внимание. Я также отметил профессионалист белорусских спецслужб, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, который не растерял славные чекистские традиции, которыми всегда славился, союзные и республиканские комитеты. И Минская школа КГБ, ее традиции, и оперативно-технические мероприятия, достаточно острые, которые тоже проводятся. Здесь Белоруссия заслуживает уважения, скажем честно. Но это, опять же, внимание первого лица к этим вопросам. Мы прекрасно знаем, а когда спецслужбы работают на суверенитет государства, ну, это совершенно другая ситуация. И во многом то, что удалось скупировать вот эту волну, инфильтрации, опять же, различного рода агентуры, влияния в том числе и так далее, в известные события, которые происходили в Минске и в других городах, это все предмет профессиональной деятельности и специальных служб, и КГБ, и ВВД, и других структур. Позиция Министерства обороны. Ну, и, конечно, прежде всего, это позиция главы государства. Потому что все смотрят, а как поведет себя первое лицо. Если он не уверен, если он запугнул, если он растерян. Помним, что стало с Советским Союзом при Горбачеве, а с Россией при Ельцине. Поэтому фактор личности в истории никто не отменял. Точно так же, как и сталинское определение, что кадры решают все. Конечно, Беларусь относительно небольшая страна. Относительно. Относительно небольшая страна, но то, что первое лицо вот так вот вникает во все проблемы, на мой взгляд, это хорошо. Может быть, это излишняя опека. Но, с другой стороны, как говорится, и результат мы видим. Все, кто приезжает в Беларусь, отмечают исключительную чистоту, культуру. И время здесь летит не так быстро, как в Москве. Я вот физически испытал чувство комфорта в Минске, когда вот иду по улице и чувствую, что время, оно не сжато, оно растянуто. Потому что в Москве вот здесь, ну, все сжатое, сутки пролетают, ты даже не успеваешь и понять, как это прошло. А в Минске вот есть чувство такого душевного комфорта. Тоже очень важно. Мы все на пороге зимы. Если возвращаться к противостоянию, к противостоянию, которое сейчас происходит все-таки на Украине, от которого очень многое зависит, в том числе и в вопросах дальнейшего мира, устройства и глобальных вопросах. Ну, так уж получилось, что вот именно там сейчас многое решается. На ваш взгляд, эта зима кому больше пойдет на пользу? Просто, конечно, хорошая, но сложная. Понимаю. Мы должны к весне иметь группировку, оснащенную, экипированную, боеготовую, которая может дальше продолжить решение задач специальной военной операции. Это задача, которую необходимо решать. Будет ли это или нет? Будут ли какие-то переговоры или нет? Я затрудняюсь ответить, потому что здесь очень много неизвестных, но я совершенно убежден, что страна, государство, народ, элита должна сейчас работать на армию, на конкретных людей, которые пришли в зону специальной военной операции. Они должны быть экипированы, оснащены. Даже в условиях зимнего времени и полевых условий их быт должен быть комфортным, а экипировку не вызывать никаких нареканий. Но что такая страна, как Россия, не способна решить эту задачу? Мы решили проблему создания атомного оружия, мы решили проблему создания промышленности. Но тут задача, я бы сказал, гораздо менее масштабная. Дать солдату, армии, бойцам все, что необходимо для успешного ведения боевых действий. Эту задачу надо решать. А те, кто не способны ее решать, соответственно, они должны меняться. Меньше слова, больше дела. Не справляешься, свободен. Ну, вот как-то так надо работать. Для того, чтобы видеть победу и работать на этот результат. Потому что если мы не решим проблему слома и дезинтеграции враждебной нам структуры, которая сегодня есть на Украине, это придется делать позже в гораздо более неблагоприятных для нас условиях, когда Украина будет переоснащена, перевооружена. Будем верить в лучшее, Игорь Юрьевич. Спасибо вам за ваше рассуждение и за этот разговор. Да, спасибо. И самые добрые пожелания братскому белорусскому народу и белорусскому государству. Спасибо. Это взаимно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!